Значит, наш совет экспертов собрался. Просто это, значит, первый вопрос. Трамп. Дональд от Ганзасского в переводе, в переводе его имя обозначает властелин. Кто? Дональд. Дональд обозначает властелин. Наверное, поэтому он себя так ведет? Да. Ну, через что? Трамп в переводе с английского. Козырь. Ага, властелин. Козырь. Ага, властелин. Козырей. Козырей. Каких-нибудь, да. Ну, он так, наверное, хочет вести себя по всему миру, что он властелин мира. Он этого хочет добиться. Но с Россией, ну, не получается никак. И никогда не получится. И никогда не получится. Русский народ не повернется никогда лицом к таким людям, как этот Трамп, который хочет стать властелином мира. Пусть не лезет на наши границы. Все началось с Сирии. Все он туда втянул всех в эту войну. И сколько там погибло наших людей. Кто ответит сегодня? Нет, Трамп, так не получится. Туда повернись, а к себе Россию никогда никто больше не тронет. Все. А мне кажется, что Трамп по отношению, вот если к нашему государству, безбашенный. В любой момент он может нажать язерную кнопку. Конечно. И не ответит за это. Потому что он... Он не успеет это сделать. Ну, успеет, не успеет. Он еще в молодые годы, чересчур многое от папы получил. И решил, что все это можно делать без наказа. Без наказа, да. И как он хочет, так он будет это делать. Понимаете? Но не получится. Он уже куда не влезет. И нам только это идет на пользу. Вот слава богу, что он придумал с этими... Этими... Нам это не надо, нам это не надо поставлять. И вы не поставляете с этими контрактами, с этими все. Ну, а нам только лучше. Вот Кумбань просто расцветает. Сегодня вы видели передачу, где Путину подарили ящик яблок. И спасибо, говоря Трампу, за то, что он нам сделал вот эти посадки. Санкции. Санкции. Вот спасибо ему. Это такая безграмотность, непродуманная, непросчитанная со стороны Трампа. Сегодня он только работает на Россию. Спасибо ему, Трампу. Спасибо. А мы яблоки выращиваем какие? Свои. И вот жена-то. Самая красивая женщина. И вот, сука, вот для американцев старайся. Ну, естественно, гады будут президентом. Так и не лезь сюда, к России. Ну, как? Вам понравилась Мелания Трамп или что-то? Да, Мелания. Ну, Мелания Трамп, это же, это, как ее, фотомодели там. Ну, да, нашли ее. А у него все три же фотомодели, так что парень плейбой. Плейбой в Америке президентом стал нормально. Вот, если смотреть на Трампа, вот так со всеми его этими, создаются предъявления, что он неадекватен. Неадекватен. Это точно. Он сам не принимает решения. Ему не, он не может принять грамотного умного. Ну, что ему, Мелания, что ли, шепчет, что ли? На ушко? Да, что в депо не дают ему, там, там он не будет. Мелания уже даже на приемах, вот, на официальных приемах старается, как бы, ну, отойтеть. Да. Ну, Мелании тоже бы не выезживаться. Кем бы она была, если бы ее муж не стал близким. Ну, она успела, конечно. Ну, тоже, вот так вот. Я извиняюсь, конечно, я понимаю, что он скейт, этот самый. Ну, постоянные,home Guide, наговоры на Россию, странно, почему он так себя ведет? Постоянные наговоры на Россию. Нет, ну он же не политик. Он просто караж, или как? Это в Трампо имеете его? Предприниматель, предприниматель. Ну, как мы правильно сказали, алкаш-предприниматель. Да. Не алказируем. Это, Трамп это алкаш-предприниматель, это нормально. Ну, что, у меня погуляют. Ну, наглый, кустар с его, он так же можно назвать. Ну, а что, всю жизнь бабки зарабатывает? Да.